Привет ребята! Заранее извиняюсь за голос джигурды. Немножко простудил горло, но надеюсь вы меня поймете, что я и как объясняю. Продолжение сериала по сварке трубы. То есть в прошлых видео мы варили потолок, вот это место, теперь добрались до вертикала. Какие отличия? То есть здесь приходилось электрод поддавливать, прямо таки довольно сильно на него нажимать. Здесь нужно уже слабенько нажимать, но угол примерно такой. Тут уже тоже надо нажимать, но гораздо слабее. А вот здесь на вертикале нужно немножко приослабить давление руки на электрод и немножко как бы легонько так в скорость идти. Давайте посмотрим как это происходит на деле. Все те же условия, пластинки 4 миллиметра, зазор 3 миллиметра, притупление 1,5 и угол фасок примерно 30 градусов. Насколько можно сделать, болгаркой точно так примерно есть. Делаю такие движения влево-право, слежу за тем, чтобы кромки сплавлялись и чтобы зазор вот в этой щели все время было видно, как огонек туда проходит. Если у вас вдруг перестал огонек гореть там, значит у вас идет уже неправор. То есть нужно обязательно, чтобы огонек выходил наружу. Через щель вы должны видеть, как он там мелькает. И делаю осторожно вот такие движения лево-право. На кромки не заходите вот именно наверх, а только сплавляете притупление. Можно еще двигаться вот такими движениями вверх-вниз. Такие движения частенько применяются, когда слишком тонкий металл и нужно как-то удержать жидкий металл, чтобы не образовалась большая дыра, большое отверстие. Нужно делать вот такие поступательные движения, то есть в тот момент, когда вы отводите дугу вверх, у вас успевает снизу металл немножечко, там за полсекунды, за долю секунды приостыть. И этого хватает, чтобы накатить следующую волну, чтобы следующая волна как бы легла жидкого металла на уже что-то под застывшее. То есть вы уводите жар и тепло дуги немножко выше на долю секунды. Так примерно это выглядит сзади. Тут, что важно, не слишком давить на кромки, на стенки притупления, потому что здесь уже может металл весь вытечь. Вот, то есть вот он сзади идет фонтаном таким, и если слишком нажимать, то можно выдавить гораздо-таки больше, чем положено. Нужно как бы дозировано. Если посмотреть, как это происходит вблизи, то есть электрод, как видно, чашка не вплотную прижата к кромкам, она немножечко так с зазором, то есть легко гуляет. Видно, что вот через зазор электрод так довольно-таки легко скачет там в этом притуплении. То есть не давлю, чтобы у меня часть металла свалилась на вот эту сторону и часть металла вышла на мою сторону. То есть чтобы потом не было внутри трубы слишком много металла. Там же есть некие нормативы, что не помню точно сколько, по-моему, не выше чем полтора миллиметра. Ну, зависит, конечно, от диаметра трубы и от толщины стенок, насколько я помню. И вот такими движениями влево-право здесь аккуратненько укладывается металл. Наглядно все видно. Вертикал вести гораздо легче, чем потолочная, либо на подъем. Так что больше усилия заостряйте на потолок и на подъем. Вертикал гораздо легче выдавить металл в другую сторону. Тут уже гравитация немножко помогает. А на потолке не особо помогает. Вот что получилось на разрезе. Как видим здесь полтора миллиметра примерно есть. Ну, а как минимум должно быть примерно 0,5 миллиметра. То есть чтобы немножко палец чуть-чуть цеплялся. Главное, что, ребят, на вертикальном шве, когда ведете электродом, неотрывно. То есть, если у вас пластинка или стенка трубы тонкостенная, то, скорее всего, вам придется двигаться такими рывками вверх-вниз. Потому что металл слишком разогревается. И вот этими движениями влево-право, скорее всего, не получится. То есть это надо регулятор тока левой рукой держать. Возможно, подрегулировать в процессе ток. Но если у вас, например, толстая пластина там 6-8 миллиметров и стенки широкие, не такие маленькие, как здесь, да, малюсенькие. Здесь тепло слишком быстро расходится и начинает металл проваливаться. Приходится такие движения делать вверх-вниз. На трубе будет то же самое на вертикали. Вот. Если видите, что у вас такая дырка, отверстие расширяется, то, значит, нужно менять вот эти движения влево-право и тут же начинать движение вверх-вниз. Наверное, вот эти главные отличия. Больше здесь никаких секретов особо нет. Ну и главное помнить, что если вы начнете сильно давить на кромки, то у вас, естественно, с этой стороны металла вытечет больше, потому что вы все-таки выталкиваете, то есть гравитация здесь уже немножко не на руку влияет. То есть когда вы здесь поддавливаете с этой стороны, то у вас здесь-то начинает металл больше как бы вытекать. И потому нужно сделать такое усилие, чтобы как бы металл ведешь, и он чтобы и сюда половина вытекала, и половина сюда. То есть примерно как вот два фонтана с двух сторон равномерно укладываются. В следующем видео покажу, как говорить, вот этот шов. Здесь гравитация уже будет не на руку влиять, то есть здесь она уже будет против, и здесь нужно будет еще больше ослаблять усилия на электрод. Но посмотрим это в следующем видео. Кому понравилось это видео, лайк и пока!